Решим еще одну задачу, где на тело действует сила, зависящая от скорости. Задача имеет реальный практический интерес. Прослушайте условия. Батискав из погруженного состояния опускается безначальной скоростью поступательно-вертикально вниз. Его масса m, объем u, объемный вес воды, капла. Сила сопротивления воды выражается законом r-βb. β-коэффициент сопротивления, принимаемого постоянным, а v-скорость. Определить уравнение движения батискава, рассматривая его как материальный тучок. Выбираем систему отсчета. Движение прямолинейное, поэтому надо ввести одну ось. За начало этой оси, естественно, принять начальное положение батискава. Ко. Ось х направлена вертикально вниз. Сторону движения. Отметим текущее положение тела. Я буду краткость так его называть. Текущая координата абсцисса х. Отметим начальное условие. С равна нулю. Х равно нулю. И в равно нулю. Абсцисказ отпускается безначальный координат. Нанесем на чертеже все приложенные к телу силы. Сила тяжести направлена вертикально вниз. Орсимедовая сила и сила плавучести, как ее называют в теории корабля. Н. И гидродинамическая сила. Она направлена всегда противоположно скорости. Начнем наверху скорости В. И сила сопротивления воды. Напомню, что П равно М на Т. Согласно закону Архимеда, тело плавучести Н равна весу воды в объеме погруженной части тела. То есть тело полностью погружено. Модуль этой силы плавучести равен произведению объемного веса воды на объем тела. Ну и еще раз напишем, что R равняется минус это В. Как такое движение может начаться? Если сила тяжести равна силе плавучести, то батискав находится в безразличном положении. Он находится в воде в равновесии. Для того, чтобы произвести погружение, это относится, кстати, и к подводным лодкам, принимают за бортную воду полосу. Подносила тяжести будет превышать силу плавучести и батискав будет опускаться в воду. поставим дифференциальную равновесие движение. М перейду точками ну и я напишу в общих вначале в виде px плюс nx плюс rx Далее по смыслу задачи вторую производную от x по времени нам и здесь полезно записать в виде производной от проекции скорость. сила p направлена в сторону положительной ветви асх здесь плюс p сила плавучести направлена в вертикальную в проекции минус n и здесь минус v так как и в этой задаче движение все время происходит положительное направление cx то индекс x по скорости можно опустить и писать просто v Далее вот это превышение силы тягости над силой плавучести обозначим через q это величина постоянная называют иногда силой отрицательной плавучести вот в дальнейшем для сокращения записи мы и введем вместо p разница p n p минус n введем вот эту силу отрицательной плавучести то есть запишем n на производную скорость и по времени вправо q минус v v мы составили дифференциальное уравнение решения запишем для решения задачи его нужно дважды принтик и еще раз выпишем введем м введем скорость под времени вправо q минус введем а разделим переменные м д в на q минус v а справа dt метро деления переменной хорошо известен вам из высшей математики. Если мысленно умножить на минус разделить на минус бета, то окажется, что после интегрирования мы получим эксцент здесь будет минус m на бета и логарифм натуральный q минус бета. Минус m на бета логарифм q минус бета а справа т и постоянно на интегрирование. Когда требуется определить уравнение движения, пересообразно проводить вычисления в неопределенных интегралах, вводя эти произвольные и постоянные интегрирования. c1 найдем изначальных условий. как мы помним при t равном нулю, ведь скорость равна нулю. Следовательно, c1 равняется минус n зеленая на бета логарифм ку. Перенесем c1 в первую часть и разделим обе части равенства на минус m бета. Получим регион логарифм. логарифм q минус b v разность логарифм форма логарифма частного на q равно минус бета на m на t. Потенцируем. Что такое логарифм? Это степень, в которую нужно возвести основание натуральных логарифм в е, чтобы получить вот это количество. Значит, это отношение q минус бета v на q вот равня c2 степени минус b после потенцирования получим q минус бета m луна на q и равна 2 степени минус бета на m t. Отсюда не трудно найти скорость v она будет равна cq на bt единица минус e в степени минус бета деленная на m t зависимость скорости от времени. Во многих задачах требуется облить максимальную скорость. Максимальная скорость определяется как предел v при тесте мягчемся бесконечности. решим решим еще одну задачу задачу, где на тело действует сила зависящая от скорости. задача имеет реальный практический интерес. Послушайте условия. Батискав из погруженного состояния опускается безначальной скорости поступательно вертикально вниз. Его масса m объем u объемный вес воды крампа сила сопротивления воды выражается законом r минус β β β коэффициент сопротивления принимаемого постоянным а v скорость определить уравнение движения батискав рассматривая его как материальный тучок. Выбираем систему отсчета. Движение прямолинейное поэтому надо ввести одну ось. Со начала этой оси естественно принять начальное положение батискав o h направлен вертикально вниз. Сторону движения отметим текущее положение тела или кратко стяква называть текущие координаты абсцисса и x. Отметим начальное условие и c равно нулю и x равно нулю и v равно нулю. Вчискав отпускается безначальный координ. нанесем на чертеже все приложенные к телу силы. Сила тяжести направленная на текание вниз. архимедовая сила и сила плавучести которая называет в теории корабля n и гидродинамическая сила направленная всегда противоположна скорости. начнем на веке скорости v и сила сопротивления воды v 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 Модуль этой силы плавучисти равен произведению объемного веса воды на объем тела. Ну и еще раз напишем, что R равняется минус это R. Как такое движение может начаться? Если сила тяжести равна силе плавучисти, то батискав находится в безразличном положении. Он находится в воде равновесия. Для того, чтобы произвести погружение, это относится, кстати, и к подводным лодкам, принимают за бортную воду полазу. Когда сила тяжести будет превышать силу плавучисти, и батискав будет опускаться в руках. Поставим дифференциальное уравнение движения. Кэмпи виду моточками. Ну и напишу в общих начальных видео. Px плюс Nx плюс Rx. Далее. По смыслу задачи, вторую производную от x по времени нам и здесь полезно записать в виде производной от проекции скорости. Сила P направлена в сторону положительной ветви, аси x здесь плюс P. Сила плавучисти направлена в вертикальную в проекции минус N. И здесь минус V. Так как и в этой задаче движение все время происходит в положительном направлении оси x, то индекс x по скорости можно опустить, писать просто V. Далее. Далее. Вот это превышение силы тягости над силой плавучисти, обозначим через кури. Это величина постоянная. Называется иногда силой отрицательной плавучисти. Вот в дальнейшем для сокращения записи мы и введем вместо P равен Pn, P минус N, введем вот эту силу отрицательной плавучисти. То есть запишем N на производную скорость по времени в право Q минус DTB. Мы составили дифференциальное уравнение решения. Запишем для решения задачи. Его нужно дважды принтерпировать. И еще раз вытащим уравнение N. Приводная скорость по времени в право Q минус DTB. Разделим переменные. Получим M, D, V на Q минус B, T. А справа DT. Метроизделение переменных хорошо известен вам из высшей математики. Если мысленно умножить на минус, разделить на минус B, то окажется, что после интегрирования мы получим... Эффиксент здесь будет минус M на бета. И логарифм натуральный Q минус бета. Логарифм натуральный Q минус бета. А справа T и постоянные интегрирования. Требуется определить уравнение движения. Тресообразно проводить вычисления в неопределенных интегралах, вводя эти произвольные и постоянные интегрирования. C1 найдем изначально к условию. Как мы помним, при C равном нулю, ведь скорость равна нулю. Следовательно, C1 будет равняться минус M на бета. Логарифм Q. Перенесем C1 в левую часть и разделим обе части равенства на минус M на бета. Получим регион логарифм. Логарифм Q минус бета V. Разность логарифмов равна логарифм участного. Q равно минус бета на M на T. Потенцируем. Что такое логарифм? Это степень, в которую нужно возвести основание натуральных логарифмов E чтобы получить вот это количество. Значит, это отношение Q минус бета V на Q вот равняться 2 степень минус бета V. После потенцирования мы получим Q минус бета V на M T. Отсюда нетрудно найти скорость. Она будет равна CQ на Bt единица минус E в степени минус бета деленная на M T зависимость скорости от времени. Во многих задачах требуется облить максимальную скорость. Максимальная скорость определяется как предел V при тесте мерчанности бесконечности. В максимум будет равно пределу V при T вяческом бесконечности. но ведь здесь E в степени минус бета M на T это единица деленная на E в степени бета M T при стремлении T в бесконечности этот член стремится к нулю. Следовательно, при нем будет равен Q деленная на Bt. или нам нужно найти зависимость X от R уравнения движения по тискам. Вспоминаем, что скорость равна производной от X по времени. Ну и равна, как мы нашли V деленная на Bt единица минус E в степени минус бета на M T разделяем переменные слева Dx а здесь будет скобку лучше раскрыть Q на бета DT минус Q на бета E в степени минус бета M T на Bt Итегрируем получим будет равняться Q бета на T плюс Q на M в это квадрат E экспоненты E экспоненты повторяется M T плюс вторая постоянное интегрирование C2 здесь по интегрированию мы должны были множитель этот кон на бета разделить на множитель при времени T что мы здесь издавали минус на минус дало нам плюс отсюда C2 из начальных условий это равна нулю помните X равно нулю а любое число нулевой степени равно единице C2 будет равняться туда переносим в ту сторону минус Q M на бета квадрат C2 будет равняться минус Q M деленное на бета квадрат окончательно получим X будет равно это минус квадрат скобку здесь будет C так запишем в такой форме минус M бета чтобы сохранить вот эту величину скобку единица минус E в степени минус бета M T скобку уравнения движения батисква повторяю что задача это вполне реальная ее можно найти в соответствующих курсах теории корабля м п д м м